В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Программу фонда капитального ремонта обсудили депутаты областной думы. Глава Рязани Владислав Фролов впервые отчитался о работе в 2015 году. И автоинспекторы встретились с представителями рязанского мотосообщества. На очередном заседании областной думы депутаты обсудили ряд актуальных вопросов. В частности, один из законопроектов предусматривает расширение перечня работ, которые будут оплачиваться через программу фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Подробнее расскажет Анна Герцовская. Сегодня депутаты внесли изменения в закон о капитальном ремонте многоквартирных домов, существенно расширив перечень работ, которые могут оплачиваться за счет средств фонда, если дом ремонтируют по программе. Будет установлено, что программа фонда будет формироваться на три года. В этой программе предусмотрено расширение перечня услуг на капитальные работы, потому что до этого перечень был слишком узок и не позволял капитальному ремонту, например, при ремонте крыши, изменить невентилируемую крышу на вентилируемую или сделать домоходы. Люди были очень недовольны, потому что менялся покров крыши, а все остальное оставалось прежним. Это был большой минус. Также принято изменение, касающееся очередности произведения ремонта. Если жильцы неаккуратно платят взносы на капремонт и дом числится в задолжниках, то он может быть передвинут в очереди на ремонт на более поздние сроки, пока не ликвидируется задолженность. Также сегодня депутаты утвердили изменения в областной бюджет. В регион пришли федеральные средства. В частности, агропромышленный комплекс получит сумму, превышающую миллиард рублей. Эти средства пойдут на субсидированные процентные ставки, которые были выданы на весенние полевые работы, на животноводческие проекты и на текущее развитие сельского хозяйства. Средства поступают очень кстати. Все знаем, что в область началась весенняя кампания. Эти средства помогут более качественно провести мероприятие по весенней полевой работы. Кроме того, депутаты привели в соответствие с федеральным областное избирательное законодательство. Основные изменения направлены на упорядочение работы в избирательных комиссиях наблюдателей и представителей СМИ. Президент нас призывает, чтобы эти выборы прошли открыто, прозрачно, понятно. И поэтому эти изменения направлены на более четкую работу избирательных комиссий, более четкую работу средств массовой информации и наблюдателей. Законы приняты сразу в первом и втором окончательном чтениях. Глава Рязани Владислав Фролов впервые отчитался о работе Думы. 28 апреля состоялось очередное заседание. Депутаты рассмотрели отчет главы муниципального образования о работе в 2015 году. Подробнее моя коллега Оксана Тебенихина. На должность председателя Фролов был избран в январе нынешнего года. Отчет стал для него первым в новом статусе. По его словам, в минувшем году депутаты активно работали по совершенствованию нормативно-правовой базы. Итогом этой работы стали 542 решения Думы. Главой муниципалитета на рассмотрение органа было внесено 18 проектов решений. Депутаты в прошедшем году работали крайне дружно и слаженно. Вне зависимости от партийной принадлежности, учитывая большое количество обращений граждан в наш орган, которые свидетельствуют о том, что, на мой взгляд, повысилось доверие. То есть депутаты, которые избираются по округам, реально помогают. Помогают решить те или иные вопросы. Помогают как в социальных вопросах, так и в вопросах текущей жизни населения. Считаю, что работа Думы, еще раз скажу, была слаженной, дружной. И мы надеемся, что и в 2016 году отработаем еще лучше. Рассматривались на заседании Думы в 2015 году и такие важные вопросы, как изменение в правила землепользования и застройки, сохранение на прежнем уровне коэффициента К2 для предпринимателей, что позволило им сохранить положительную динамику прибыли в непростых экономических условиях. Все решения Рязанской городской думы, они имеют в основном социальную направленность. Учитывая то, что наши граждане ждут от нас поддержки. Поддержки, причем не какой-то сторонней, а непосредственной. В связи с этим, в качестве иллюстрации, хотел бы озвучить такие решения. Это многодетным семьям выделено еще 60 участков в районе Храпово-Божатково. Отменен налог на землю инвалидам боевых действий и ряд социально-направленных решений. Немалое место в работе Думы отводилось и рассмотрению обращений граждан. В прошлом году их было более тысячи. Большинство касалось состояния дорог и работы сферы ЖКХ. Увеличение числа заявлений горожан, подчеркнул Владислав Фролов, свидетельствует о росте доверия рязанцев к органам власти. Также на сегодняшнем заседании Думы депутаты внесли изменения и дополнения в бюджет 2016 года. Расходы планируется увеличить на 72 миллиона 673 тысячи рублей. Из них 58,5 миллионов являются дополнительными поступлениями доходов от продажи имущества. А 4 миллиона – это остаток средств на счете городского бюджета. Еще более 4 миллионов рублей направят на развитие туристической инфраструктуры. 10 миллионов рублей в результате перераспределения будут направлены на ремонт дворовых территорий и проездов к ним. Рязанские автоинспекторы встретились с представителями Рязанского мотосообщества, участниками мотоклубов и просто любителями мотоциклов. Местные байкеры с интересом откликнулись на приглашение и проявили искреннее желание совместно с полицейскими повысить безопасность дорожного движения в области. Выступавшие затронули темы опасного и порой беспричинно рискованного поведения на дороге некоторых мотоциклистов. Ежегодно с началом теплого сезона дороги пополняются двухколесными участниками движения. А за зимний период многие мотоциклисты теряют свой навык, не говоря уже о водителях автомобилей, которые зачастую вспоминают о мотоциклистах, таких же полноправных участниках дорожного движения, только услышав оглушительный рев мотора. Тревожные сведения несет статистика. С начала года на дорогах Рязанской области уже погибли два мотоциклиста. Мы по нашему приглашению на базе управления ГИБДД собрали так называемых мотоциклистов, которые хотят быть вежливыми, воспитанными участниками дорожного движения, нашими с вами соответствующими помощниками дорожного движения и таким же равноправными водителями данных транспортных средств. Мы собрали порядка 60 участников. Мотолюбители активно задавали интересующие их вопросы, начиная с порядка и условий постановки на учет транспортного средства и заканчивая правовыми аспектами деятельности сотрудников госавтоинспекции, находящихся на патрулировании. Мотоцикл является более опасным средством передвижения, чем автомобиль. И задача госавтоинспекции не ограничить байкеров в правах, а побудить их к добросовестному и ответственному соблюдению правил дорожного движения. Учитывая то, что количество мотоциклистов возрастает, очень своевременные мероприятия и радует то, что пошли на контакт люди с одной и с другой стороны. Результатом конструктивного диалога стала договоренность о совместной организации безопасности на открытии мотосезона, которое намечено Рязанским мотосообществом на 7 мая. Региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года-2016» прошел в Рязани. В нем приняли участие 26 педагогов. Среди участников были как сельские учителя, так и городские. Победителем областного этапа конкурса стала учитель физики школы номер 17. Сегодня с ней пообщалась моя коллега Анна Герцовская. За время подготовки к региональному этапу конкурса «Учитель года России-2016» ни один из уроков, которые проводила Любовь Викторовна Голикова, в своей школе не пострадал. Она смогла найти время и на своих родных учеников, и выступить на этапах конкурса в других школах. Наверное, в этом конкурсе самый сложный, самый интересный этап – это всегда урок, который ты даешь на чужих детях. Он одновременно является очень трудным, потому что детей ты видишь первый раз, неизвестно, как они на тебя отреагируют, воспримут, не воспримут, поймут, полюбят. А здесь же важно почувствовать, чтобы у нас с ними завязался контакт. В то же время это очень интересно, потому что всегда, когда выходишь на другой коллектив, это совсем другая работа. Другие дети, кажется, свои дети уже такие родные, замечательные, а здесь другие дети. И когда другие дети идут к тебе навстречу, когда они тебе открываются, это очень приятно, это очень здорово. То, что мы нашли с ними контакт. Помимо того, что Любовь Голикова является учителем физики, она занимает должность классного руководителя этих детей, которые за годы общения с ней начали считать ее своей второй мамой. Вообще, я не думал, что люди могут так привязываться к своим учителям, потому что это вторая мама. Она прощает вообще все. Все, что бы мы ни делали, все прощает и помогает нам найти верный путь и идти по нему. А вот как ученики оценивают качество предлагаемых им знаний по физике. В этой школе, на самом деле, благодаря нашему учителю, она проходит очень интересно. На уроках мы не скучаем, постоянно происходят какие-то новые эксперименты, которые придумывают сама Любовь Викторовна. Они помогают нам, то есть получше понять физику и вникнуть в нее. Никогда не знаешь, во что у тебя попадется, поэтому все может быть, но с Львой Викторовной она преподает так физику, что ты уверен, что ты сдашь по-любому. Вот именно такое отношение детей и является лучшим подтверждением статуса учителя года. Если честно, наверное, к таким конкурсам готовится всю жизнь. То есть нельзя к нему взять и подготовиться за месяц. Ты работаешь и ты готовишься к этому конкурсу. Большой акцент Любовь Голикова старается делать и на объединение детей, на то, чтобы организовать не только рабочую, но и дружескую атмосферу. Недавно мы ходили в боулинг всем классам, и это очень сильно сплачивает. Как это вы так решили? Сами? Да, сами и не без помощи, Любовь Викторовна. Ученики также помогают своей учительнице, поддерживают ее на всех этапах конкурса. Ведь чтобы завоевать титул учитель года, нужно потратить много усилий. С поддержкой она чувствует себя более уверенно, и по словам ее дочери, которая также учится в этом классе, Любовь Голикова большой профессионал. Она старается не поддаваться переживаниям. Я вижу, даже во время съемок, да, получается, ей удержать как-то равновесие. Все на самом деле решают задачи, все серьезные. А как она, так как у нее получается? Почему ты думаешь, ты же вот ее ближе, значит? Я не знаю, наверное, в какой-то смысле нестежене нам привыкла, может быть. Она никогда не волнуется почти. Остается пожелать лучшему учителю года дальнейших профессиональных успехов и таких же благодарных учеников. Мы будем следить за развитием событий на следующем этапе конкурса «Учитель года России-2016». Вопросы подготовки к проведению в регионе празднования 9 мая обсудили на заседании областного комитета «Победа». Провел его губернатор Олег Ковалев. Подробнее в следующем материале. Открывая заседание, губернатор Рязанской области Олег Ковалев отметил, что в регионе необходимо продолжать оказывать всевозможную поддержку и помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Дойти до каждого ветерана войны, труженика тыла, поздравить с праздником, с наступающим, при необходимости оказать помощь и поддержку. И эта работа – прямая ответственность руководителей местных органов власти. Также на заседании обсуждался вопрос о социальном обслуживании ветеранов. По этой теме перед собравшимися отчитался министр социальной защиты населения региона Денис Боков. Он рассказал о мерах социальной поддержки ветеранам, о том, какие услуги смогут получить участники Великой Отечественной войны. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны узникам, жителям блокадного Ленинграда предоставляются следующие меры социальной поддержки. Это компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 50% оплаты за коммунальные услуги. Это ежемесячная денежная компенсация, ежемесячное дополнительное материальное обеспечение, также социальная поддержка охваченной труженки тылы, которым ежемесячно предоставляется денежная выплата, включающая набор социальных услуг. По словам главы региона, к участию в праздничных мероприятиях в этом году нужно пригласить как можно больше людей, своевременно проинформировать население обо всех предстоящих акциях, в том числе тех, которые предложены общественными организациями. Особое внимание должно быть уделено вопросам безопасности, в первую очередь во время массовых мероприятий. Также необходимо четко организовать движение автотранспорта в праздничные дни. Обращаю внимание оргкомитета на то, что все элементы праздника должны быть безусловно яркими, зрелищными, интересными и во многом может быть познавательными для нашей молодежи. Особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности, в первую очередь во время массовых мероприятий. В регионе продолжится совершенствование военно-патриотической поисковой работы, деятельности по учету и поддержанию в нормативном состоянии мемориальных сооружений, памятников павшим защитникам Отечества, воинских захоронений, расположенных на территории Рязанской области. Сегодня область узнала имена своих героев. По традиции перед днем весны и труда открылась доска почета региона. Церемония прошла недалеко от мемориала на площади Победы. В числе самых достойных людей города оказались работники сельского хозяйства, здравоохранения, представители сферы строительства и бизнеса, работники культуры и образования, спасатели и журналисты. В ряду с гражданами одюжина организаций, среди которых и музей заповедника Есенина, и лесокомбинаты, и рязанские кожевины и приборные заводы, свидетельства рязанцам, имена которых занесены на доску почета в этом году, вручал лично губернатор Олег Ковалев. Люди труда, основатели и продолжатели рабочих династий, хранители лучших традиций поколений производственников, наставники являются лучшим примером и для молодежи. Вся жизнь тех, кого называют мастером своего дела, это своего рода учебное пособие для молодых, ответ на вопрос, что нужно делать, чтобы стать настоящим гражданином своей страны, стать человеком с большой губ. Ежегодно в преддверии Дня весны и труда доска почета пополняется новыми фотографиями. И это прекрасная традиция, ведь молодые горожане знают, на кого действительно стоит равняться и с кого необходимо брать пример. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами. До завтра и хорошего продолжения вечера. Редактор субтитров А.Семкин